По-моему, порядка 8 или 9 совещаний было, провели публичные слушания и пришли к выводу, в принципе, что ситуация у нас такая, исторически у нас сложилось то, что у нас на многоквартирных домах уже есть отмежеванная прилегающая территория. Порядка более 90% у домов уже есть не менее 5, а то и 10 и 15 метров примежеванная прилегающая территория. Поэтому предлагаю опереться на решение публичных слушаний и оставить в пункте 4.11 для многоквартирных домов ситуацию, как она есть сейчас, то есть в 0 метров. Я лично сам присутствовал, когда публичные слушания, решение было, в принципе, ожидаемо. Жители проголосовали за 0 метров. Мне, например, тоже не совсем понятна вообще ситуация с этими правилами, внесение изменений, непонятный сам механизм реализации, как это будет. Поэтому я, в принципе, понимаю, жители. Неожиданно было для меня позиция администрации. Неожиданность была в чем? Ну, это, можно сказать, хорошая неожиданность. Потому что впервые публичные слушания подошли без той порочной практики, которая сложилась у нас до этого. Вы знаете, что при решении каких-то таких значных вопросов администрация всегда шла в каком пути. Включался административный ресурс, вмешивался в публичные слушания. Никаким способом. Приглашали там всех работников администрации. Приглашали там, свозили с предприятия людей для того, чтобы протащить нужные решения. В этом случае этого не было. Глава администрации не пошел на такие меры, которые были в Нурнегурале. Я думаю, это, как говорится, жители оценили в положительной стране. Ну и что сказать по поводу принятых решений. Я кофе на фон, что в августе приезжал Вячеслав Викторович Володович. Была встреча с жителями. На ней многие присутствовали, в том числе и депутаты. Вячеслав Викторович сказал, нужно опираться на то, что сопротивляется. Это дословно. Город Молоково – это особый город, город пяти ударных комсомольских стройков. Если жители проголосовали против, сопротивляются, поэтому я предлагаю поддержать решение публичного слушания и закрепить это решение Совета. Какова экономическая целесообразность принятия этого решения? Ну, например, если мы говорим о том, что муниципальных сил не хватает для уборки новых общественных территорий, которых у нас за последние 5-10 лет были дополнительных, то о какой необходимости мы говорим в цифрах, в людях, в машинах, в часах и так далее. Сколько освободится денежных средств в случае, если мы переложим внутриквартальную уборку на общественные территории. Соответственно, мое, например, решение – просто снять с голосования. Этот вопрос не готов к голосованию. Это огульное принятие решения, просто банальные цифры. Не мне должны разрабатывать, разрабатывать, а мы никуда-то смотрим. Понимать это решение или не принимать решение. Те вопросы, которые нам были заданы, мы на все ответили. Поэтому нам же на себя все дорабатывают. Насетесь не за консорасходность, мы это не можем. Но администрация, она прям упорно отказывается слышать жителей своего города. Администрация, как-то так, должна понять, что не жители для администрации, а администрация для жителей. Вы хотя бы, я не знаю, ради уважения к тем людям, которые были на общественных слушаниях, вы хотя бы не 10 метров поставили, сейчас будет спокойнее даже реагирование на это. Я не понял. Слушайте людей, уважайте людей. Можно этот вопрос ответить? Буквально сейчас перед вами депутат сказал о том, что в этом году без всяких проволочеков вели обслуживание, помнишь ли, я сам принимал участие. Потому что вы это не услышали. Наши вопросы, которые были заданы, мы не говорим, в чем вы можете увлекнуть администрации в данную проблему. То, что вы не слушались к тому, что сказали вам люди на общественных слушаниях. Общественные слушания для чего проводились? Чтобы вы их услышали и просто проигнорировали. Вы проигнорировали шивите ли вы? Мнение разных людей разное. Наш проект вручался принести соответствие. Одна категория людей не согласна решению. Потому что те люди, которые ни за что не отвечают, они не правы. Есть категория людей, у которых по 14 метров, и они готовы этот проект принять. Поэтому я задаюсь вопросом не каким-то натиском, а могу, честно, даже на базу. А заведом туда принимать рациональные решения. Вот и все. Вы сейчас даже говорите, что у одних есть такое мнение, но оно неправильное. Я разве сказал, что неправильно? Я сказал, что мнение одних, других – третьих. Вы сказали неправильно. Ирина Ивановна, ваша практика себя понятна? Мы еще раз продублируем предложение Сергея Витальевича, который внес изменения в наше решение. Теперь мы за его изменение проголосовываем. Теперь мы поздравляем в целом за решение с учетом его изменения. Давайте в целом. Кто за?